здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья в очередной раз мы обсудим дело михаила ефремова с каждым днем она набирает все больше и больше оборотов больше звезд подключаются к этому делу кто-то высказывается за кто-то высказывается против в этот же раз ситуацию которая разворачивается округи его прокомментировала мария шукшина российская актриса мария шукшина возмутилась поведением родственников сергея захарова она призвала их перестать продавать свои страдания ходя по ток-шоу и просила простить актера когда не принимается искреннее раскаяние когда семья ушедшего не успела остыть тело уже заключает контракт с малаховым борисовым и сидя на диванах страдает за 30 сиренников нет не в искренне страдания не верю я не понимаю как можно продавать свои страдания написала актриса на своей странице в инстаграм друзья вот у меня последнее время тоже возникают такие же вопросы и в комментариях мне мои подписчики то есть вы то же самое пишите как можно я не понимаю еще даже практически не простившись с человеком я не только вот эту семью не понимаю я в целом не понимаю людей то же самое вот эту девушку которая устроила шоу с сухим льдом буквально буквально это только что то тут произошло она уже побежала по каким-то шоу по каким-то допросом расспросом вот по этим вот сидит плачет что-то рассказывает мне кажется это такое время когда это все происходит и вот эта семья про которую мы сейчас говорим такое время когда ты не думаешь просто ни про каких шоу я просто мне кажется надо остаться одному там либо в кругу друзей чтобы они тебя поддерживали и из дома не выходить я был в подобных ситуациях тоже терял близкого мне довольно таки человека и на тот момент на тот момент какие могут быть шоу об этом просто и не думаешь конечно меня никто никуда не приглашал но ставим место себя на этих людей какие могут быть шоу и я ведь прекрасно понимают что человеку в этот момент не до шоу но он туда идет он туда идет и он туда идет не за бесплатно просто малахова бесплатно никто не ходит борисова бесплатно никто не ходит я знаю какие гонорары там платишь чтобы люди туда пришли я предполагаю что и не то что предполагаю это мое жесткое убеждение что туда люди ходят вот эти вот чисто из-за денег и когда они говорят что мы не возьмем деньги у малахова вот сейчас будет об этом говорить шукшина я просто забегу маленько вперед у меня возникает вопрос извините не у малахова а он когда они говорят о том что мы не возьмем деньги о у ефремова они вроде такие белые пушистые вроде там у них честь и достоинство есть вот это ниже их там они человека потеряли они деньги не могут взять а почему что тогда берете у малахова если вы такие хорошие почему тогда берете деньги у малахова сто процентов они туда прошли не просто так если уж тогда хорошенький тогда будьте хорошенькими до конца. Если тогда уж плохие, ну тогда раз вы берете деньги у Малахова и Борисова, чем хуже деньги у того же Ефремова. Двоякие и двойные стандарты. Природа человечества не терпит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит для него. И не только в отношении Михаила Ефремова. Вспомнились мне эти слова духоносного классика отечественной литературы Федора Достоевского. Беда происходит в стране, беда со всем нашим обществом. Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья ушедшего не успела остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым Борисовым и сидя на диванах страдает за 30 серебряников, нет, не в искренне страдания я не верю. Я не понимаю, как можно продавать свои страдания. Так же, как я не понимаю своих родственников, которые давным-давно превратили свои страдания в бизнес, несмотря на мое категорическое неприятие этого. Но я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову, которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съемок в фильме о своем муже Сереже Бодрове. Это сейчас речь идет о Сергее Бодровом, который снимался в фильме «Брат», «Брат 2», которого завалило лавиной. «Я, конечно же, никогда не пойму и не приму тех, то, как вороны кружат, выискивая очередную жертву, не брезгая ничем, ни плясками на косточках, ни падением человека, желательно известного, не гнушаясь зарабатывать на чужом горе и затягивать в бездну вместе с собой бедных, несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свою совесть и достоинство, и всю ту братью, которая брушилась с гневными речами на мижу, стараясь побольнее ударить по-лежачему, и с которым при других обстоятельствах и обнимались, и фотографировались, и выпивали, чего уж тут говорить». В эту же бездну тянут они и всех зрителей, бурно осуждающих, негодующих и тем самым берущих грех на душу. Трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества. В отсутствие нравственных правил, в отсутствие национальных идей, так и не оглашенных в стране за все 30 лет, на первое место выходит свобода от нравственности, от греха, от Бога. По умолчанию национальной идеи становится лозунг «хлеб и зрелищ». Таков духовный закон. Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанными. Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы, не православные? Также, друзья, Мария Шукшина посоветовала близким ушедшего пережить свое горе в церкви, кругу родных и близких. Шукшина считает, что, продавая память о Сергее Захарове, Малаховым и Борисовым, родственники этого человека поступают не по-людски. Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его, но не принимайте деньги от Иуд, они вам не принесут пользы. Примите его деньги в помощь маме, внучке, которым Сергей помогал. Поверьте, Господь уже наказал Михаила, оставив его в живых с таким грузом, уверяет знаменитость. Артистка считает, что Ефремов наказал себя сам и до конца своих дней теперь будет бичевать себя. Она заявила, что никогда не поймет тех, кто обнимался и фотографировался с актером, а теперь обрушился на него с гневными речами, стараясь побольнее ударить по лежачему. Вот так вот, друзья, высказалась Мария Шукшина и я с этим не могу не согласиться, я тоже не понимаю, как можно ходить по этим шоу, как можно хайповать на этом. И действительно, друзья, если уж ты стараешься показать всем, что ты вот такой правильный человек, порядочный, почему? Чем лучше деньги Малахова от денег Ефремова? Чем? Я не понимаю просто. Даже можно поставить вопрос по-другому. Чем лучше Малахов того же Ефремова? Я считаю, что тот же Ефремов, он гораздо честнее Малахова. Он говорил всегда то, что считал нужным, ни перед кем не кланялся, не пригибался. Малахов же делает шоу, он делает то, что требует, скажем так, правящая элита. Он понимает, что людям интересно сейчас вот эти вот, обмусолить вот эти вот моменты, все вот эти вот детальки по поводу, по поводу Ефремова, что они будут это слушать. В какой-то степени на данный момент я считаю, что раздувание, искусственное раздувание вот этого вот конфликта всего, это отвлечение от каких-то более важных вещей. К примеру, если Малахов оставляет себя таким правдорубом, почему же он не расскажет о том, что случилось в нашей Арктике. А вот этих вот 400 или 350 ЖД-вагонов, которые просто солярки или чего-то мазута ушли в речке и плавают там спокойно. Почему он об этом не расскажет, если он действительно ассоциируется и выдает себя таким человеком, что вот он такой вот правдорубый, говорит на особо важные темы, которые, скажем так, о которых невозможно молчать, как он говорит. Расскажи об этом. Об этом тоже невозможно молчать, об этом нужно кричать. Эта авария самая крупная, самая крупная за всю историю нашей Арктики. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok